Сегодня своим оптимизмом с нами делится руководитель офтальмологической компании, общественный деятель и благотворитель Анна Сердюк. Я на сегодняшний день стараюсь сохранять как раз таки уверенность в том, что через какой-то период времени все равно это все закончится, и мы продолжим жить абсолютно нормальной жизнью. Вот эти вот кризисы и карантины – это просто период возможностей. Мы сделали дополнительно бесконтактные доставки после каждой поездки. Мы в обязательном порядке обрабатываем абсолютно все. И я не могу сказать, что если бы не было вот этой вот ситуации, как сейчас, чтобы мы когда-то бы вообще додумались до такого, и когда-то бы вообще это запустили. У меня абсолютно позитивный настрой на вообще все ближайшее будущее, которое есть. Я абсолютно четко понимаю, что наш мир изменился, что сейчас все просто будет немножко по-другому. И это не первый раз, когда приходится просто менять для того, чтобы было хорошо, комфортно, качественно и для того, чтобы это все работало. С благодарностью отношусь ко всем сотрудникам, которые все экстренные меры, антикризисные меры, которые мы называем, которые могут быть и не самыми приятными с точки зрения работы, с точки зрения новых обязанностей, с точки зрения того, что приходится сейчас делать сотрудникам, которые находятся на различных должностях. Они это все воспринимают абсолютно спокойно, с полным подчинением, спокойно выполняют. И я всем говорю, мы пробуем и смотрим на результат. Пробуем и смотрим на результат. И все к этой позиции именно так и относятся. И действительно пробуют. И результат, слава богу, положительный. Я не знаю, как изменится мода, но она же меняется постоянно. Она меняется регулярно. И это как раз-таки тот процесс, который не останавливается. Поэтому я думаю, что тенденции будут добавляться, тенденции будут меняться. В очковой моде, скорее всего, все будет немножко сложнее. Потому что там технологичные процессы, там есть определенные нюансы формирования моды. Поэтому если говорить об очковой моде, я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения. Но если они будут, мы их с удовольствием примем, и это будет здорово. Когда начинает что-то систематически происходить плохо, нужно начинать просто с себя. И подумать, что я делаю не так, если в моей жизни такая ситуация происходит. И все вот именно с этого вдохновения и начинается. То есть если мы будем все акцентироваться на том, что у нас все плохо, все рушится, что никогда ничего хорошего не будет, то вот мы как раз-таки вот в эту отрицательную сторону будем идти. Но если мы хоть чуть-чуть будем стараться смотреть и искать что-то позитивное, вот в этой вот истории, да, какие-то возможности, конечно, это трудно, конечно, это сложно, это сложно каждому. Просто мир изменился. И поэтому вот я считаю, что с учетом того, что мир меняется, ну и мы должны немножко измениться. И кто сказал, что эти изменения отрицательные? Мы не знаем, что будет через два месяца. И если мы будем настраивать себя на то, что эти изменения должны быть положительными, вот я уверена, что такими они и будут.